Всем привет! Приехал на осмотр очередного автомобиля. Это грузовичок, пробежный грузовичок. Такая небольшая мини-стоянка пробежных автомобилей. Находится она за мной. Сейчас пройдусь по стоянке, посмотрю, что за грузовики продаются. Ну и, собственно, покажу вам, в каком они состоянии, сколько они стоят. Не забываем подписываться на канал, обязательно комментарий, обязательно лайк на следующее видео. Розыгрыш. Nissan Atlas бортовой грузовик 2001 года выпуска. 2,7 двигатель, дизель, механика, 4 ВД, один собственник. Стоимость автомобиля 985 тысяч рублей. Сзади аппарель. Понятно, что это грузовики, это не легковые автомобили, они крашены. Здесь нужно смотреть на технику, нужно обращать внимание на раму, на состояние рамы. Резина, естественно, грузовая, тоя, ЛТ-шная, да? 215-60 на 15. Да, рама поддута, но, скажем так, на первый взгляд, не глобал. Миллион, 2001 год. Моторы хорошие здесь стоянки. Такая одна небольшая, борта откидываются, одна небольшая стоянка в городе Владивосток. Я вам скажу, довольно-таки неплохое состояние салона здесь. Русник вот такого плана, знаете, как им пользоваться? Русник вот так. Моторный отсек. Многие спрашивают про грузовички. Вот, смотрите, ребята. Есть несколько автомобилей на данной стоянке. Сейчас про них пройдемся, посмотрим. Рядом стоит канцер такой подготовленный. Стоимость не указана, сейчас узнаю. Очень хорошая резина. Эти машины не новые. Не запад дуты. Довольно. Довольно неплохо он выглядит со стороны. Понятно, что он крашеный, и кузов крашеный, и кабина крашеная. Я все раз повторюсь, это грузовик. Это грузовик. Подготовленный такой грузовичок. Пойдем в салон посмотрим. Ну тут знаете, что напоминает? Что-то типа бонги, да? Как сидишь такой за рулем. За рулем троллейбуса. Тоже хорошее состояние салона. Люблю, да, вот смотреть такие машины из-под одного хозяина. Когда человек любил, ухаживал за автомобилем. За своим. Тоже коробка пятиступенчатая. Бардачки всевозможные. Подстаканники. Но аукционного листа, к сожалению. Извиняйте. Извиняйте, нет, ребят. Так, как ее открыто. Пепелинца вот такого плана. Даже два стеклоподъемника. Электрических. Жду, узнаю по стоимости, что стоит. А Кантер сколько стоит у вас? Два с половиной. Два с... А, он без пробега. Два с половиной миллиона. Бонги. Одиннадцатый год. Двое девять. Дизель, механика, полная пошина. Один собственник. Восемьсот двадцать пять тысяч. Ну, вот такие автомобили коммерческого плана, да, в плане корейцы, они у нас есть. В основном берут, конечно, фирмы, да, их? Нечастники. Двадцать тысяч килограмм грузоподъемность. С виду тоже все неплохо. Неплохая такая посадка, на самом деле, в автомобиль. Прям неплохая. Чувствуешь себя уютно. Единственное, человек, наверное, покрупнее. Все-таки будет проблематично. Места будет мало для коленки. Раздатка. Хорошее состояние салона. Пробег сто семнадцать тысяч. Но здесь, не знаю, здесь надо смотреть. Места будет. Места будет. Места будет. так ну что он все здесь есть то у на и собственно как и здесь оказался приехал проверять данный автомобиль автомобиль неплохой на самом деле куда-то в хозяйство сама то кузов да есть какие-то косты кабина крашена снизу он поддутый но это не легковой автомобиль это грузовик по технике он норм он нормально он хороший по технике двигатель контракт на кстати не бойтесь ребят многие знаете боятся контрактных двигателей это только плюс только плюс контракт на двигателя по документам он идет ревка да как видите он грузовик бортовой то есть вот так вот приехать гаи поставить автомобиль на учет не получится будка идет ревка идет в придачу с автомобилем снимается кузов крепится ревка едем автомобиль ставим на учет снимаем ревку ставим обратно кузов либо же приезжаем либо же грубо говоря подаем документы на переоформление на оборудование течение там двух-трех месяцев выдаются документы я официально переоборудуете автомобиль 4 вода так мы пойду подальше пройдусь говорят там еще на что то есть точно точно атлас это который по 27 было это 42 до 3 а 32 так а цена у него какая 975 тысяч девяносто девятый год зима плюсом до автомобиль подготовлен то сделать ничего не надо привели в порядок кузов внутрянку внешне согласитесь намного приятнее покупать автомобиль в таком состоянии состоянии рамы тоже неплохое но опять же понятно то что нападут а 251 тысяча на спидометре так ну вот подальше у нас тоже что-то стоит сейчас пройдем посмотрим так и сузу и сузу сколько она стоит это миллион восемьсот мостовой 4 и 6 кемпинг все раскладывается прям очень интересно охотниками для души мебель вся убрана ребят смотрите как прикольно здесь вижу все раскладывается поднимается по бокам сбоку миллион восемьсот шестьдесят да еще и полная пошлина народ милое дело вот это на отдых две кабины смысле кабина одна я имею ввиду два ряда сидений я думаю вы догадались посмотрите сколько места здесь а миллион восемьсот шестьдесят сиденья здесь меня на удобно сейчас пойду вперед сяду не может задеть очень большой автомобиль очень ну что на охоту на рыбалочку отдохнем как вам такие японские автомобили вот раньше делали надо подумать приобретение в автомобиле такого плана для себя 1 миллион восемьсот шестьдесят тысяч сузу эльф так титан у нас крановая установка полная пошлина одни руки все родное самосвал воровайка 2 миллиона 250 тысяч все берем сиденья перешиты а зато как приятно такое видео неожиданно получилось не думал то что буду его снимать почему бы и нет все для вас ребят 98 год 411 375 механика тоже один собственник вот сколько сколько посмотрел здесь грузовиков вот такого то что прямо уделаны знаете какие-то салоны тоже кузов порядок привели а а поэтому ребят еще раз напоминаю кто ищет японские автомобили кто ищет японские грузовики сайт drom.ru все автомобили там не зацикливайтесь на авторынок ищите автомобили по городу с пробегом на сегодня будем заканчивать всем спасибо кто досмотрел до конца не забываем подписаться всем хорошего настроения спасибо за просмотрелу